Наш постоянный эксперт в студии, бжоляр Максим Ивампев. Доброго ранку вам, дякую, что вы с нами. Итак, сегодня говорим о воске. Пчели нам еще один продукт пчеловодства. Что на самом деле такое воск и где, в первую очередь, наверное, используют его все-таки пчелы? Воск – это главный строительный материал для пчел в улье, из которого они делают свое жилье, соты. Им они запечатывают ячейки, когда мед закупоривают или когда коконы с личинками. Воск вырабатывается пчелами, они его сами вырабатывают. То есть, это, скажем так, не тот воск, который мы в свечках часто используем и так далее? Это, в принципе, тот воск. Тот же, да? Это тот же воск, вырабатывается пчелами, своими железами они вырабатывают на брюшке в определенном возрасте. Дело в том, что у пчел все организовано очень четко. И в определенном возрасте пчела, занимаясь работами в улье, начинает вырабатывать усиленно воск. И такие, как чешуйки, очень-очень мелкие пластинки. И она их одна к одной скрепляет, скрепляет, и в итоге получается строительный материал воск. Который потом отбирает пчеловоды и отдают людям. Да, я сейчас вижу разные варианты воска на самом деле. И даже есть вот темный воск. Но вот о разновидностях поговорим, наверное, попозже. Почему разница в цвете? В первую очередь, какие полезные свойства? И где, кроме, скажем так, лечения тех болезней, которые я уже назвал, где можно еще использовать? Ну вот в первую очередь, как может показаться странно, но основная масса всего производимого, добываемого воска используется, опять же, в пчеловодстве. То есть он возвращается обратно в виде листов вощины, на которых пчелы начинают строить, скажем так, заготовки. Заготовки для строительства для пчел, чтобы им было легче, и чтобы они делали все не так, как им хочется, а так, как надо пчеловоду. А так он используется очень широко, как в промышленности, в косметологии, в медицине, да, очень широко используется воск. Благодаря основным его свойствам, это, опять же, бактерицидное свойство, то есть он угнетает рост бактерий, вредных организмов. И еще один у него, одно свойство такое очень полезное, он не растворяется в воде, то есть он является водоотталкивающим. И любая поверхность, покрытая воском, либо там лаком, мастикой на основе воска, она будет отталкивать воду. То есть вот такие вот защитные свойства у него есть. Если мы говорим о воске, разные цвета, сейчас видим вот желтоватый, более светлый, более насыщенный желтый, даже темный, какой-то коричневый или черный, сложно даже определить. От чего зависит цвет? Цвет зависит от того, из какого сырья и в какой период времени получен сам воск. Дело в том, что воск, который выделяют пчелы, он вот беловато-желтоватый такого цвета. Но, опять же, это зависит от времени года. Весной они вырабатывают самый вот белый воск. И вот даже вот пчеловод смотрит, если улик, в улике рамки покрыты вот белесым таким налетом, это свежий воск, значит, у пчел уже пошла выработка его, и можно уже ставить рамочки для отстройки новых сотов. К концу сезона он становится темнее, и, опять же, зависит от того, чем пчелы питаются. Основное, конечно... Это основа на чем, если черный? Дело в том, что этот черный, это даже не то, на чем основано питание. Потому что при любом питании он будет в желтоватых оттенках. А это способ его добывания и переработки. Самый светлый, самый желтый воск получается из крышечек восковых, вот как я рассказывал, запрос, когда сот распечатывается, и из свежих сотов, то есть отстроенных в этом году, в которых еще не выводились личинки. Дело в том, что чем больше выводится личинок, чем дольше сот в улье, он покрывается и прополисом, и какими-то остатками пыльцы. Соответственно, лишние, скажем так, материалы. Да, и вот лишние материалы при перетопке, они дают темный цвет. Я понял. Если говорить о качестве, скажем так, то есть разница темный, светый? Однозначно есть. Если вы приобретаете воск для изготовления лекарства, мази, то есть для косметических и медицинских целей, вам нужен именно желтый воск, без примесей. Самый свежий, скажем так. Самый свежий, самый чистый. Темный – это уже промышленный. Я так понимаю, что и в цене он будет отличаться, потому что этот будет, наверное, дороже, а тот будет выше. Да, и в цене он тоже будет отличаться. Но использовать нужно только желтый. Да, использовать нужно. Я смотрю, что у нас есть еще такой вариант использования, это, соответственно, свечка. Это уже переработка воска с дополнением или просто чистый воск? Вот в данном случае свечки я изготавливаю из чистого воска, без добавления каких-либо дополнительных примесей, то есть ни парафина, ни стеарина, ни ароматизаторов. Дело в том, что воск сам по себе, он даже сгорая пахнет хорошо. Вот, как ароматизатор будет, я так понимаю, подобная свечка. Да, да. Использовать ее, скажем так, можно в каких помещениях и как долго нету ли каких-либо аллергических реакций и так далее. Но аллергическая реакция может происходить у человека, у которого аллергическая реакция на продукты пчеловодства. То есть с этим тоже нужно быть аккуратным. А так, ну, все зависит от размера свечки. В конце концов, раньше светились только восковыми свечами. Кстати, что хотел сразу отметить, поскольку это чистый воск, да, пчелиный, быстрее будет сгорать эта свечка или нет? Ну, вот эта свечка горит 5-6 часов. Ага. Вот так, друзья. Так что у вас есть возможность, кроме того, что использовать для мази и крема и так далее, воск еще и сделать свечки. Где еще можно использовать, скажем так, в доме и для чего? Ну, вот один из самых простых рецептов – это от боли в суставах. Воском расплавленный воск на водяной бане. Дело в том, что он плавится при температуре где-то 60 градусов, поэтому довольно легко его растопить. Промакивается марля, либо же бинт в несколько слоев, дается ему немножко остыть, минут 10-15, чтобы не было ожога, и прикладывается к больному суставу, заматывается. То есть, прогревающие и бактерицидные эффекты вот дают свое. В прошлый раз, когда мы обсуждали прополис, то говорили, можно ли его сжевать. И вот рекомендуется делать смесь прополиса с воском. Даже так? Да. И его сжевать от проблем с деснами, от проблем с горлом, с зубами. Ну, опять-таки, сжевать, но не глотать, я так понимаю, от воска или можно? В небольших количествах он не вреден. То есть, он не растворяется в организме, а наоборот, он в себя может впитать какие-то вредные вещества. Он как абсорбент работает. Даже так? Еще можно использовать, конечно, вместо пластилина. То есть, он мягко будет руками? Да, он в небольшом количестве при определенной температуре будет мягкий. Разминается хорстик. Я сам все детство игрался с воском. То есть, из него что-то слепить, и в отличие от пластилина, когда он затвердеет, он больше не липнет. То есть, фигурка свою сохраняет форму и, соответственно, можно... То есть, детям вместо пластилина вполне его можно использовать. Не то, что безвредно, а даже полезнее будет. И тот вариант, когда родители боятся, что возьмут в рот пластилины и, соответственно, проглотят, здесь нельзя бояться. Да, тут переживать не стоит в этом плане. Вот так, друзья, на самом деле еще один, скажем так, результат пчелиной работы, которую используют люди для себя, это воск. Сегодня раскрыли секреты и как можно его использовать и дома. Вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию.